Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о профилактике такого опасного заболевания, как фитофтора. Фитофтора – это грибковое заболевание, которое поражает в основном поселёновые культуры. Особенно опасно заболевание для томатов и картофеля. Если томаты заболели фитофторозом и профилактические обработки не проводились, то потери урожая могут составлять 100%. Существуют различные профилактические способы, чтобы предотвратить развитие болезни. Какие же есть способы? В первую очередь это соблюдение севооборота. Томаты нельзя высаживать ни в коем случае после картофеля. Также следует выбирать очень тщательно место посадки для томатов. Нельзя высаживать томаты рядом с картофелем, иначе они заболеют фитофторозом. Если же участок очень маленький и другого места нет, нужно высаживать и томаты, и картофель рядом, то тогда нужно в обязательном порядке проводить профилактические обработки и томатов, и картофеля. Для профилактических обработок можно использовать как химические препараты, так и биологические. Для профилактики я использую биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы. Сенная палочка содержится в таких препаратах, как бактофит, гомаир или всем известный фитоспорин. Препараты на основе триходермы также есть в широком доступе, в широком ассортименте в продаже. Я использую для профилактики вот такой препарат серии профит с триходермой. Перед тем, как применять биопрепараты, нужно учитывать некоторые нюансы. Совместно применять сеную палочку и триходерму не рекомендуется, так как это конкурирующие виды, и один вид будет подавлять развитие другого. Поэтому будет разумно обрабатывать по листу сенной палочкой препаратами на основе сенной палочки, например, тем же фитоспорином, а триходерму вносить в почву при поливе. В этом случае конкуренции не будет. Как же развести эти биопрепараты? Если брать вот этот вот препарат, о котором я говорил, триходерма, он в гранулах. На этих гранулах содержатся споры триходермы. Понадобится одна чайная ложка на 10 литров воды гранул. Делается раствор и поливается под каждый кустик примерно по пол-литра раствора. И наши томаты будут защищены от развития различных патогенов, в том числе и от фитофторы. У меня томаты уже высажены в теплицу давно, но в некоторых регионах еще холодная погода, и многие не высаживали томаты ни в теплицу, ни в открытый грунт. Для тех, кто это еще не сделал, есть небольшая хитрость, как уберечь растения от фитофтороза. Если вносить в посадочную ямку, в лунку, горсть гнилой древесины, прелой древесины из леса, то томаты будут защищены от развития патогенов. Дело в том, что на гнилой древесине, на прелой древесине есть триходерма, и при внесении ее в почву она будет уберегать растения. Поэтому при посадке можно пользоваться также таким простым надежным способом. Еще одним способом профилактики фитофторы является мульчирование. Дело в том, что при мульчировании почвы мы изолируем томаты от почвы, а значит оберегаем их от распространения заболевания. Для мульчирования можно использовать различные материалы. Это может быть сено, это может быть солома, это может быть скошенная трава, а может быть нетканые материалы, такие как спонбонд или агроволокно. При мульчировании сеном или соломой слой вот этой мульчи должен составлять примерно 6-8 сантиметров. Этого слоя достаточно будет, чтобы почва была изолирована от растений. Теперь немного о химических препаратах. Для борьбы с фитофторой в первую очередь используются медсодержащие препараты. Это меднокупороз, бордовская жидкость, обигопик и другие доступные препараты. Нужно отметить, что такие препараты надежно борются с грибковыми заболеваниями. Однако многие из этих препаратов имеют определенный срок ожидания, поэтому перед обработкой обязательно посчитайте инструкции и посмотрите срок ожидания, чтобы не употреблять плоды, где могут накопиться токсичные вещества. Медсодержащими препаратами можно проводить как профилактические обработки, так и лечебные. Если случилась такая неприятность и томаты все же заболели фитофторой, на них появились пятна, плоды начали портиться, только медсодержащие препараты помогут остановить заболевание. Геологические препараты при заболевании не используются, они практически в этом случае не действуют, не помогут. Геологические препараты можно использовать только в профилактических целях. Обязательно начните делать профилактические обработки для томатов, для картофеля, чтобы не допустить это опасное заболевание в свой огород и в теплицу. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова